Уже пять лет от Калининграда до Сахалина мальчишки разных школ соревнуются в проекте мини-футбол в школу. Первый районный этап на днях прошел и в Мирном. Каким увидела детский футбол Тамара Бессмертная в нашем следующем сюжете. Полторы минуты осталось, восьмая, давайте! Дает не только восьмая. Все школы города хотят попасть хотя бы во второй тур, республиканский. А там, глядишь, и Дальний Восток, и финал в Москве. Футбольная школа у Мирного сильная. Участвуют 13 команд в общих, 13 школ, 7 по младшим, по старшим и 6 по младшим. Они играют каждый с каждым, потом происходят полуфиналы, вот сейчас проходят полуфиналы, и сегодня же будут финальные игры. Есть перспективные ребята. Единственный, конечно, момент, минус для нынешних детей, ушел футбол со дворов. Во дворе мало стали играть. Но сейчас идет тенденция к тому, что площадки строят у нас по всему городу. И я, проходя по городу, вижу, что дети собираются, играют. И вот здесь они уже показывают такое своеобразное мастерство. То есть учатся на улице играть, и здесь они эти финты показывают. Наверное, они в будущем мечтают быть Рональду, Месси. По крайней мере, актерское мастерство кумеров больших стадионов осваивают легко. Изумленные, но малочисленные зрители – самая благодатная аудитория. Родная бабушка, как бы ты ни играл, всегда на твоей стороне. Здесь у меня внук играет. Я болею за него. Очень посмотреть приятно. Все-таки игра идет, развитие идет. Очень хорошо. Спасибо за все. Особо рьяно и громко болеют учителя физкультуры. У нас, во-первых, работа, а во-вторых, даже не во-первых, а во-вторых, дети играют. А во-вторых, нельзя не поболеть за детей. Я тренер, учитель, тренер. Вот восьмая школа забивает, пока я отвлекался на вас. Некоторые из хорошо играющих – двоечники. Видимо, растет достойная смена сборной России. И итоги. В общекомандном зачете чемпионом третий год подряд стала средняя школа 26. Серебряные медали получили футболисты 8-й. Бронзу – 12-я. 26-я школа получила право представлять мирные на республиканских соревнованиях. Но пока не имеет финансирования такой поездки. Остальным – тренироваться и, конечно, учиться, учиться и еще раз. Тамара Бессмертная, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».